и здесь у нас второе по значимости события ну здесь встречаются два чемпиона по большому счету крис сайбер против аманда нунес здесь аманда нунес который является чемпионом в весе 135 фунтов поднимается в 145 и ну по большому счету попытается завоевать второй пояс что касается кристиан жусти но она перешла в юси в шестнадцатом году и на данный момент у нее в этом промоушене 5 побед подряд причем четыре из них досрочные решением она выиграла только холли холм вообще опять же и она с большому счету в представлении не нуждается практически все свои бои она заканчивает досрочно нокаутом имеет неплохую защиту от борьбы весьма тяжелый удар единственное поражение это первый ее бой в карьере в 2005 году поэтому я полагаю что его здесь даже и учитывать не стоит ну а что касается аманда нунес она сумела завоевать свой чемпионский пояс в бою против миши тейт и после этого она уже его защитила три раза выиграла ронду роузи выиграла валентину шевченко с плитом и выиграла ракель пеннинг в общем здесь такие коэффициенты кристиан жустина идет за 14 аманда нунес идет за 3 и 28 ну андрюх как ты считаешь у аманды нунес здесь вообще какие-то шансы есть 2 пояс завоевать я думаю что шансов у нее нет завоевать 2 пояс по нескольким причинам во первых во первых кристиан жустина ну все мы знаем кто такая кристиан жустина здесь как ты говоришь представление не нуждается и по большому счету у всех была надежда на победу холли холм за счет того что она сможет кристину передышать ну что мы получили в результате она мало того что не передышала ее получилось с точностью до наоборот жустина передышала ее и просто ну было форменное избиение на ее забивала в конце боя и по большому счету здесь на досрочке спасло только то что холм достаточно хорошо держит удары в принципе крепкая женщина ну а здесь аманда нунес нам надо нунес она неплохо себя показывает в пяти раундах в том случае если ей дают работать в ее собственном темпе и не сбиваясь с ритма если она работает спокойно работает по геймплану то в принципе все у неё получается если же ее заставить активно поработать активно поработать поработать на досрочку либо просто не оставить ей достаточно много пространства то у нее начинаются уже серьезные проблемы с кардио и здесь не три раунда здесь целых пять раундов у меня есть такая мысль что кристина будет на нее наступать начиная с первого раунда и до второго раунда примерно будет достаточно такой Неплохой размен, хороший бой После которого Аманда начнет серьезно уставать Серьезно прям уставать И далее уже в очень близком будущем Кристина тупо ее забьет и все Не знаю, будет ли это чистый нокаут Но я думаю, что до технического нокаута Где-то к третьему раунду она спокойно доберется Ну, по большому счету, Андрюх Ты высказал все то же самое, что я хотел высказать Потому что в первую очередь здесь просто в глаза бросается Ну, как мне кажется, их такая разница В величиной с пропасть в кардио И действительно, я думаю, что ты прав Аманда Нунес неплохо работает только тогда Когда она именно сама навязывает темп Сама распределяет свое кардио Но я не думаю, что Крис Сайберг даст ей такую возможность И действительно, может быть, поначалу Это будет сколько-нибудь конкурентный бой Но я полагаю, что здесь видится победа Крис Сайберг И, скорее всего, именно досрочная После первого, после второго раунда Самое главное, то, что самое интересное Аманда не имеет у себя особо таких вот хороших соперниц С которыми можно сравнить, в принципе, Кристиан Жустина Единственное, это Валентина Шевченко Которая просто крошечная была по сравнению с той же Амандой По сравнению с той же Холли Холм И там даже не в полтора раза, наверное, а в целых два раза она была меньше И то она дала, ну, прям очень конкурентное противостояние Что в первый раз, что во второй раз Сейчас же Кристиан Жустина Мало того, что она лучше по кардио Плюс к этому она сильнее физически Физически она больше И она еще, вполне возможно, сильнее бьет Ну, то есть, такая достаточно парадоксальная ситуация получается Когда не более легкий И такой менее мышечный боец получается более выносливым А наоборот Это очень интересно Ну, ребят, давайте дождемся боя По-любому это будет однозначно не скучно Да? И мы перейдем к следующему бою Который тоже будет, как мне кажется, однозначно не скучным Джон Джонс, долгожданное возвращение против Александра Густавсона Опять же, это бойцы, которые совершенно не нуждаются в представлении Джон Джонс Я думаю, прекрасно все знают, ну, вообще, что сейчас у него происходит в жизни Все прекрасно следят за новостями Я напомню просто, что крайний бой он провел летом 2017 года То есть, уже почти полтора года назад Где выиграл в очередной раз Даниэля Кармье Сумев уже удосрочить его Опять же, с Густавсоном они уже встречались Но это было аж в 2013 году И, ну, получается, сейчас они встречаются спустя 5 лет И, по большому счету, как мне кажется Здесь у них немножко по-разному складывались карьеры после первой встречи И у Джона Джонса, если вот, ну, не брать за пределами октагона А именно то, что было в клетке То у него все складывалось очень хорошо Были хорошие, уверенные победы А Александр Густавсон же себя, ну, немножко похуже показывал После поражения от Джона Джонса он провел 5 боев Два из них он проиграл Энтони Джонсон сумел его нокаутировать С Даниэлом Карми он показал неплохой бой Но, тем не менее, проиграл его раздельным решением судей Крайние две победы С Яном Блоховичем, опять же, мне, если честно, не очень понравилось его выступление И в крайнем бою он встречался с Гловером Тейшерой Которого сумел уже в пятом раунде все-таки сумел удосрочить Также я отмечу, что Густавсон периодически тут еще травмируется После боя с Блоховичем он получал травму У него был такой простой После боя с Тейшером он должен был встречаться с Аздемиром И тоже получил травму И сейчас, по сути, возвращается после травмы И, получается, оба этих бойца, ну, так, относительно уже давно не выступали Джон Джонс здесь идет фаворитом за 1,36 Александр Густавсон за 3,53 Ну, как считаешь, Андрюх, вот, учитывая первый бой, который был очень близкий Сейчас коэффициенты справедливые? В принципе, я думаю, то, что первые их бои, по большому счету, сейчас никакого значения не имеют Потому что с тех пор уже много воды утекло Джон, все мы знаем прекрасно, какой образ жизни ведет этот парень И ни для кого не секрет то, что перед тем боем он позволил себе достаточно много вольностей Включая алкоголь, бессонные ночи и все такое И даже несмотря на это, тот бой он смог выиграть Но, кроме наговоря, он практически все свои бои провел так Перед некоторыми боями даже и дунуть успевал Поэтому здесь сложно сказать, что будет в этом бою Он говорил в каком-то из интервью, что он по-прежнему может себе позволить иногда выпить И там травы покурить Но при всем при этом он делает это в гораздо меньшем количестве с его слов И режим практически не нарушает Что касается Александра Густавсона То в первую очередь к нему вопрос по активности Он практически не дерется Да, в основном этот вопрос возникает у других претендентов Которые себя таковыми считают Типа, мол, как может получить бой за пояс парень, который там практически не дерется Но при всем при этом, откровенно говоря Он в любом случае лучше каждого, кто сейчас находится в этом дивизионе Кроме, соответственно, Джона Джонса Если смотреть со спортивной точки зрения То я не думаю, что у него очень много шансов выиграть этот бой Если Джонс будет полностью готовым Он будет полностью замотивированным В который раз уже забрать этот титул И, скорее всего, он будет доминировать в каждом аспекте Да, какие-то локальные успехи в боксе у Александра, скорее всего, будут Но я думаю, что Густавсон не сможет его банально передышать Джонс, я думаю, будет очень хорош в плане кардио И очень сильно задавит Александра с самого начала боя И постепенно его преимущество будет к концу боя только нарастать Не знаю насчет досрочки Тут плюс-минус может быть и то и другое Но я думаю, что победа Джонса здесь достаточно очевидна Мне, знаете, досрочную победу на самом деле не особо верится Но то, что Джонс выиграет, в этом я очень мало сомневаюсь Как я и сказал, когда представлял бойцов После их первого боя, который, я здесь с тобой согласен Сейчас значения вообще не имеет У них действительно немножко по-разному складывались карьеры И учитывая их выступления после этого То я здесь вполне понимаю, почему букмекеры выставляют Джонс фаворитом Причем, ну, таким достаточно крупным И я думаю, что бой пройдет именно согласно таким котировкам Джонс действительно будет лучше И, ну, вряд ли, вряд ли здесь у Густавсона Получится даже что-то хотя бы близкое, что было в первом бою Поэтому, ну, не знаю Мне здесь по большому счету добавить нечего С букмекерами я согласен И полагаю, что на сегодня здесь у нас все Друзья, опять же, ну, это такое наше субъективное мнение Вы можете свое мнение в комментарии написать по поводу боев Здесь бои весьма спорные Да, напомнить хочу в очередной раз то, что это не прогнозы Это разбор, это аналитика по турниру Это субъективное мнение мое, субъективное мнение Романа И у вас может быть абсолютно другое мнение И ставить по тому, что мы сказали, совершенно не обязательно Это не призыв к действию Это просто субъективный разбор двух людей Которые, в принципе, могут разобрать лучше вас, могут разобрать хуже вас Здесь не битва экстрасенсов И никто вам точно гарантии дать не может Поэтому, ребят, будьте толерантны друг к другу И корректны в комментариях Ну, а высказывайте свое мнение Я думаю, всем будет интересно почитать Да, все как обычно, друзья Будет ссылочка на наш паблик в описании Там много всего интересного Обязательно переходите, подписывайтесь, ставьте лайки Все как всегда